Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте. А у нас? У нас весна практически. Температура воздуха плюс 10, 8-10. Посмотрите, какое солнышко у нас. Травка зеленеет, красота, просто красота. А ведь последний день и января. Как меня радует эта моя орхидея своим цветением. Бесподобная, просто бесподобная. Красавица моя. Ну, а у меня, девчонки и мальчишки, чашечка готова. А значит, будем пить каву. Так, будь ласка на каву всех. Пожалуйста, всех приглашаю на кофе. Так, я сейчас читаю ваши комментарии. Вот Танюша Удальцова пишет, светлая память Ивану Павловичу Неумывакину. Слава Богу и спасибо, дорогая сестренка, за гранаты. Да, Танюша, я гранаты очень люблю. Если вы посмотрите это видео, что будет, если, да, за вчера, за вчерашний день, про гранаты, то внизу будет ссылочка на изумительную масочку. Посмотрите обязательно. Там продолжение про гранаты внизу под видео в описаниях. Дальше Ириша Малеревич, я тоже сердце вам отправила. Инночка Инесса пишет. Я вот хотела ей письменно ответить, а потом думаю, нет, я пью кофе. Я лучше вот так с вами поговорю, потому что у меня есть совсем мало времени. Инночка пишет. У нас тоже, Катя, очень красивая страна. Это я про Швейцарию показывала, фотографии, прогулки по Швейцарии. И на этом мне Инночка пишет. У нас тоже, Катя, очень красивая страна. Всё есть, нет катаклизмов, но почему-то не выходит. Люди как-то не так живут, не убирают после себя, не ценят. Венесуэла самая богатая страна по запасам нефти. И что? Нищета. У Дании нет нефти. А какой уровень жизни? Вспоминаются слова Мадонны. Человек как ткань. Можно сшить красивое платье, а можно стать и половой тряпкой. Тоже и о стране. Вот что написала Инночка. Инночка Инесса. Прелесть. Прелесть. Но не комментарии, а просто в точку. Но по Венесуэле сразу вам хочу сказать, там кое-что я знаю. Режим Мадуро, Уго Чавеса и прочие-прочие всякие тираны, они никогда не заботились о народе. Они заботятся только о своей собственной власти. Как удержать власть? Теорема проста. Доказательств не требуют. Когда люди, когда правитель не заботится о каждой жизни каждого человека в своей стране, грош ему цена. Грош. Показатель заботы о человеке – это инвалиды, пожилые и дети. Когда приезжаешь в другую страну, хочется пройтись, посмотреть по тому, как всё устроено. Едет автобус, выходит водитель, вытаскивает специальную такую штуку, чтобы можно было завести коляску с инвалидом в автобус. Без мата, без ничего, все люди стоят и ждут, Инночка. Он закрывает, обходит автобус, садится и едет дальше. Догадайтесь, Инночка, с трёх раз, где это я видела? В какой стране? Дальше. Дальше. Никогда никто не поставит машину свою на то место, где знак, что это здесь стоянка только для инвалидов. Никто никогда не сядет на то место, где обозначено, что на этом месте должен сидеть инвалид. Как же, как же вы красиво сейчас словами Мадонны сказали. Точно, что человек, как ткань, можно сшить красивое платье, а можно стать половой тряпкой. Инночка, я это записываю. Прямо сейчас беру ручку и записываю эти слова. И я вооружаюсь ими, и я буду теперь ими апеллировать. Я хорошая ученица, я люблю учиться. Огромное вам спасибо. Спасибо. Венесуэла одна из первейших стран, открою вам секрет по продаже, наркоты. Там, где наркота, там, где правительство занимается этим, это идёт на правительством уровне. Это пропащая страна, потому что она изнутри себя гробит. Теперь, смотрите, я говорила как-то года два назад, или в прошлом, позапрошлом году, перед кемеровскими событиями. Потому что кемеровские события каким-то образом замылили глаза людям. Но перед этим было шокирующе, пронеслась новость по интернету. И мне вылетело, что через МИД в Аргентине, через МИД Российской Федерации перевозили прямо через МИД огромную партию наркоты. И вот когда я это услышала, я, конечно же, рассказала об этом. И тут же буквально через некоторое время это всё замылилось, потому что что-то случилось там, помните, в Кемерово и всё такое прочее. Детки там погибли. В общем, всё быстренько замылилось. А после этого там Керчь, а после этого ещё, 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 и это до бесконечности. В общем, там, где торгует страшным зельем, который убивает не только того, кто это принимает, но и вокруг ещё отравляет жизнь большому количеству людей, они становятся созависимы. Это жуткая история на самом деле. Это жуткая история. Когда я знаю просто одного доктора, врача, это врач-психиатр из нашей областной больницы. Был у неё сын, он и есть такой хороший мальчик был, маленький Максимчик. И так произошло, что вот его присадили на это дело. Но как? Что значит присадили? Рука потянулась сама. Раз, два, три. Он уже ничто. И зовут его никак. На него смотреть просто больно. Но искалечил он жизнь матери. И отца, мать с отцом развелись. Как правило, отцы не выдерживают. Они почему-то не выдерживают. Вот там, где нужно засучить рукава и спасать, они в сторону отпрыгивают. Не пойму, что с мужчинами не так у нас. Вот, но такое часто я заметила. Если больной ребёнок рождается, очень часто мужчина первый начинает то ли выпивать, то ли ещё что-то, но, в общем, в сторону отходить. Это надо подправить, дорогие мужчины. Пожалуйста, что бы ни случилось с вашими детьми, засучите рукава, и вы пастор в семье. Запомните, вы. Нет пастора – нет семьи. Хотите – верьте, хотите – нет. Поэтому за Венесуэлу, Иночка, лучше бы вы не называли это. Вот эти слова, как вот название Мексика, Венесуэла, другие страны, там Афганистан и так далее. Всё, что связано с наркотиками – это погибшие страны. Это страны, поглотившие сами себя бесовщиной. Как бы люди не отстранялись, но если вы проходите мимо подростка курящего, грош вам цена, если вы не подходите и не создаёте ему дискомфорт и окружающим. Когда вы все создаёте дискомфорт, то им просто некомфортно курить, и люди перестают курить. Вы знаете, что как только в нашем городе и в нашей стране запретили курить в общественных местах, я имею в виду, в кафе, ресторанах и так далее, у нас нельзя курить, сразу огромное количество людей бросило курить. Поэтому это работает, это работает – создавать дискомфорт, не давать места наркоманам нигде, просто не давать им места нигде. создавать дискомфортные для них условия, ну и для тех торгующих и так далее. Бить в колокола во все, не давать соучастникам работать вот так вот. Страшно, что, конечно, мне и дико, почему полиция не может всё это прекратить, это можно всё прекратить. И я работала, скажу вам, момент один. Я смогла за короткий промежуток времени в своём районе прекратить вот эти вот надписи и беспредел. Просто поставила цель. Просто поставила цель. Я была не одна, нас было несколько и семей. Мы поставили цель для того, чтобы не дать своим пацанам, как раз им было по 12, по 13 лет опасный возраст, а к школе, прямо подходят к школе всякие разные, пишут, рассказывают, показывают, делают какие-то закладки, копают. В общем, происходит, такого никогда не было. И вы знаете, и вот мы это дело прекратили. Сейчас я уже не знаю, как в этой школе, но в тот момент, когда я была, 12-13 лет, когда моему ребёнку было, я не допускала. У нас прямо дежурства были. И организовала вокруг школы. И организовала это я. Так что вот такое вот у нас было. Дальше. Леночка Магометова. Катюша, вы золото наше. Спасибо вам за полезную информацию. Хранит Господь вашу семью. И вашу, Леночка, дай Бог вам здоровья, дай Бог вам благословения, вам и вашим родным и близким. И все те, кто с вами соприкасается. Я вам всем сердечки. Любочка Пелев, Татьяна Журавель, Татьяна Ганска пишет, что очень хорошая вода в Голландии. Волосы растут быстро. И кожа, девочки, никакого крема не нужно, пишет Татьяна. Серьёзно, молодеешь на глазах. Это правда. Если хорошая вода, такая как в Швейцарии, такая как в Голландии. Если хорошая вода, такая как у нас. У нас, кстати, экологически чистая зона Херсонщина. Имейте это в виду. У нас шикарнейшие места. Вот, например, сейчас я планирую в ближайшее время поехать на источник. Ещё раз. Я ездила, камеру с собой не взяла. Сейчас опять поеду и обязательно постараюсь взять камеру. Тёплый термальный йодовый источник. Какие у нас места? Экологически чистые, поскольку я очень рада, что некоторые фабрики и заводы закрылись. И я очень рада. У нас сельскохозяйственная зона. И надо развивать сельское хозяйство. На Херсонщине это сельское хозяйство. Уникальнейшее место. Уникальнейшее. Биосферный заповедник. Я вам показывала летом. Заповедник Аскания-Нова, где Фольцвейн организовал работу с животными. И сейчас его нащадки, как мы говорим, его дети, внуки, правнуки, они продолжают контролировать этот заповедник Аскания-Нова. А также у нас сеть йодовых озёр прямо в сосновом лесу. У нас сосновый лес. Конечно, лапу туда свою тянут, чтобы повырубать его. А ведь это искусственный лес. И этот лес засажен прямо в пустыне. В Олешковской пустыне. Олешковская пустыня – это единственная пустыня в Европе. Вы представляете, сколько всего? И леса, и пустыня, и озёра, и именно то место, где Днепр впадает в Чёрное море, Херсонщина. Именно в этом месте он так разливается. И столько вот этих вот заток, приток, островов-то. О чём вы говорите? Меня спросили как-то. Вопрос такой задали. Помните, в какой стране бы вы хотели жить? Я сразу сказала, в той стране, где я живу. Это номер один. И, конечно же, Флорида, Соединённые Штаты Америки. Больше нигде. Больше нигде бы я не хотела жить. А потом меня вот недавно буквально спросили, бывали ли вы в Питере. Хотя это понятно, что это новый человек, который не знает, что я работала стюардессой. Стюардесса бывала везде. То, что я видела, может быть, даже многие не видели. Бывали ли вы в Питере? Конечно, была. Конечно, была. И дворец Марли, и Монплезир. Бывала в Эрмитаже, я не знаю, Петергофе, Зимний дворец, Александровский театр. Я не знаю, что там, Дворцовая площадь, Александра Невская Лавра, Васильевский остров. У нас, кстати, на Васильевском острове моей мамы как раз-таки самая близкая подруга жила. Вот одна в Москве, а вторая, тетя Ира Кулик, там. И я к ней постоянно приезжала. Если у нас остановка была в Питере на двое суток, я была, конечно же, у нее сразу на Васильевский остров, сразу бежишь, смотришь, все эти разводные мосты. Очень нравился мне Исаакиевский собор, все, капелла в Петергофе. Она показала мне то, что домовая церковь императорской семьи отождествляла себя от традиционной православной церкви. Я когда увидела вот эту капеллу, я поняла, ну кто увлекался архитектурой, тот знает, что это за капелла. И заметит, что это стиль неоготика. Это совсем не та церковь, которую это. И я сразу, сразу вот видно, что всегда правили немцы, всегда. И вот это их домовая церковь. Вот это капелла в Петергофе. Посмотрите, посмотрите. Это как раз вот неоготика. А автор, автор понятно кто. Немецкий зодчий Шинкель. Главный архитектор Менеллес. А главный зодчий Шинкель. Вообще для меня Питер, я вам сразу скажу, это музей. Это музей, трогательный музей. Настолько трогательный, что аж завораживает. Но это музей. Это не место, где можно жить человеку. Для меня вот эти пронизывающие ветра, вот этот страшнейший холод под самолетом. Может быть, потому что это у меня ассоциация, когда, знаете, загружали. У нас так было. Когда загружают багаж, ты должен считать. У тебя один глаз спит, другой считает. Когда загружают почту и все такое, ты, это твоя ответственность. Ты за это отвечаешь головой. И ты должен стоять под самолетом. Час. Ты должен стоять. И все это считать. И ты стоять. Эти ветра жуткие. Вот у меня ассоциация, конечно, с этими ветрами. Ну и, конечно, река. Река – это, конечно, катастрофа. Река Нева – это что-то… Гранитные эти берега. Это никогда не может нравиться. Я вообще не люблю, когда у рек гранитные берега. Вообще, цвет этой реки… Нет, нет, это не мое кино. Никогда не может стать городом тепла, городом, мне кажется, любви, городом жизни. Это чисто для меня, это моя точка зрения. Можете… Я знаю, что сейчас начнут… Что вы… Меня спросили, как я отношусь. Поэтому, ребята, не пишите мне там… Я честно отвечаю так, как я прочувствовал этот город. Это великолепнейший, потрясающий музей. Музей сердца моего. Я бы ответила так. Но это абсолютно непригодный город для жизни. Для меня это непригодный город для жизни. Я не терплю ветра, холода, потому что я родилась и выросла в тепле, в жаре. Там, где нет зимы практически. Нет зимы, да, нет зимы. У нас в Азии… Что ж там я родилась и выросла 30 километров от Ирана? Там тепло, тепло, мягко. Круглый год гранаты, я не знаю, дыни огроменные, фисташки. Да вообще прелесть. Просто вот эти вот горные речушки, зелень, зелень. Ну, это фирюза. Я фирюзу сейчас описываю. Это горы, это красота. И вдруг попадаешь, попадаешь как в музей. Музей, вот эти вот улочки. Это контраст для меня был. Но поскольку я любитель искусства, я, конечно же, запечатлела всё. Абсолютно всё. Я так навскидку вам вспомнила то, что у меня это. А так осталось в памяти. Но река Нева и река Днепр, извините меня. Днепр, он потрясающий. Особенно в этих местах, где он впадает в Чёрное море. По берегам Днепра бурная, бурная зелень. Джунгли, просто джунгли. Затоки, притоки, острова. Днепра, это что-то невероятное. Иногда заплывают дельфины. Дельфины заплывают в Днепр. Но потом они выплывают, потому что в Чёрное море впадают. Не, ну это нечто потрясающее, Днепр. В какие просто сравнения, ни в какое. Ни с одной рекой мира. Темза, даже в Лондоне, она даже, я не знаю, кончика ногтя не стоит. По сравнению с Днепром. Что такое Днепр? Красивее реки Днепр я в своей жизни не видела. Ни Эйвен. Нет, вот нету, нету. Я не могу назвать, сказать. Вот горные реки, да, они по-своему красивы. Но это горные реки, это совсем другая история. И вот этот вот величественный Днепр, который я вам показываю, очень часто. Это нечто потрясающее, конечно. Так, дальше спускаемся и Сюзанночка. Сюзанночка пишет. Юлечке, Аннушке, Евгении Кузнецовой. Всем-всем-всем большое спасибо. Дальше Сюзанна Конрад пишет. И мой муж симпатичный, коренной немец. Это она на то видео, где я говорила про Швейцарию, показывала. И рассказывала, что в Швейцарии очень красивые мужчины. В Голландии красивые. В Югославии, бывшей Югославии. Это Хорватия, Черногория. Там очень красивые мужчины. И пишет Сюзанночка, что и мой муж симпатичный, коренной немец. Вы правы, Катрин. Очень правильно заметили. Дай Бог им здоровья. Дай Бог всем здоровья, Сюзанночка. И нашим. В чем проблема мужчин бывшего Советского Союза? Ну, я не говорю о своем, потому что мне Господь Бог его послал. Он у меня просто принц наследный. Когда я его увидела, у меня просто дыхание замерло. Я забыла, как дышать. Просто забыла, как дышать. И все. Ну, и видно, мой дедушка все-таки мне в черепную головку вложил, что украинцы очень красивые. Очень. Поэтому я не буду это. Но просто был такой момент еще в СССР, когда просто поголовно пили. Произошла метаморфоза. Люди превратились... Вот, понимаете, алкоголь, он меняет лицо. Какая-то вот, знаете, приплюснутость. Вот это вот пельмень вместо лица. Вот я бы так назвала. Поэтому большинство людей были с пившимися пельменями вместо лица. Если бы можно было бы показать, я бы вам показала. У женщин тоже происходит это с лицом. Именно у пьющих меняется. Но они все похожи становятся. Если бы они этого не делали, если бы только они не пили, может быть, мужчины бывшего Советского Союза были бы самыми красивыми мужчинами мира. Но, к сожалению, нет. И когда я приехала в Украину, здесь был, именно вот в Херсоне, был самый красивый мужчина. И он стал моим мужем. Я не знаю, я люблю красоту во всем. Я люблю красоту во всем. Ну или мне так кажется. Вот мне кажется, что мои девчонки, мои мальчишки, которые на моем канале, они самые душевные, они самые красивые. Они жемчужинки. Что их просто специально Господь Бог взял вот так вот, знаете, как жемчуг. И мне по одной жемчужинке бац, 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 позабрасывал 300 тысяч жемчужин. Но я говорю, Господи, мне мало, я хочу миллион. Я хочу миллионы больше. Благослови меня. Вот так вот, Сюзанночка, это происходит. Так, Юлечке Соловьёву послала сердечко. Зелёный Гай послала. Сердечко пишет. Я верю с такими блогерами, как вы, Катя. Жизнь продлится. Моя красавица. А я верю, что вот с таким зелёным Гаем у меня також продлится жизнь. Да и вообще один день, если мы вот так вот пожили хорошо, вот так вот мы с друг дружкой поделились теплом, радостью, уже жить хочется. И уже хорошо мы друг дружку ободрили. Дальше пишет мне Лилечка Меликян. Она мне пишет. Ты права, Катенька. Мой муж тоже симпатичный голландец. Вот так вот. Так, 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 так. А теперь Лилечка и Сюзанночка подробно о мужьях. Фотографию опубликовать и показать мне. Вместо себя поставьте на секундочку, на пару дней фотографию супруга. И я посмотрю, интересно же мне. Или просто вот, знаете, как вышлите мне на почту. Да, лучше на почту. Девчонки, вышлите мне мужей на почту. Мне же интересно. Вот вы моего-то видите, а я вашего. Давайте на почту. И Еленочка Петросова. Катюша, благословений Божьих всей вашей семье, моя красавица. Дай Бог здоровья. Дай Бог, Еленушка, вам здоровья. Пусть Господь Бог подкрепляет вас во всем. Наталья Гай пишет. А я не ем каждую среду. А, я по понедельникам не кушаю. А она пишет. А я не ем каждую среду. Папа, и дякую за ваши парады. Будь ласка, Наталі, будь ласка. Завжди, you are welcome. Лиля Зубік пишет. Добрий вечер, Катя. Дуже цікава тема. Думаю, що в Швейцарії з водою краще, ніж будь-де. І все в них добре. І екологія чиста. І мозги світлі. І людей, дай Боже, і нам такого рівня життя. Дай Боже, Лилечка, дай Боже. Я цікаві мрію і малюся за це. Кожного дня малюся за Україну, за мир, за Ізраїль, за все. За всіх. Кожного дня. Лена Шмід. Сердца. Леночка. Іх лебедын, родная моя. Так. Наталя Рыбак. Наталя Рыбак пишет. Спасібе за напамінання. Знала про этот способ, но забыла. Сердечки вам, девчонки. Сердечки моей красотулечки. І Нини Павловій. І Беларусь матушка. Що всегда пишет с цветочком, со своим красивым. Лора Шеленина. На 21 минута. За этот промежуток времени через подъязычную артерию успевает прокачаться вся наша кровь. А следовательно, кровушка очищается посредством масла. И да, сода – это супер. Вот, пожалуйста, Лора Шеленина добавила к моему видео о том, как почиститься растительным маслом по способу Иван Павловича Неумывакина. Изумительный способ. Простой, проще не бывает. И действительно эффективный. Сердечко вам. А сколько времени? Ой, уже 25 минут. А перекись вы говорили, что пьете. А тут ничего не сказали в комплексе. Да, Людмилочка, Людмила, перекись я добавляю себе в бутылочку с водой. Значит, своему сыночку на пол-литр добавляю капель 5-6. А себе целую чайную ложку в пол-литровую бутылочку и закрываю плотно. С водой, с простой водой, чистой водой. И закрываю плотно-плотно. И, значит, когда у меня пробежка или куда-то я иду, я все время в течение дня пью-пью-пью. Я ж не ем в течение дня, а пью-пью-пью натощак. И таким образом, хочешь, не хочешь, а перекись водорода я выпиваю. Ну, надеюсь, что все. Танюша Ильчук и Лика Кварачели. Ларочка, Ларочка, наша красавочка. Ларочка, как здоровье ваше? Как здоровье? Напишите. Катенька, спасибо вам большое, пишет Оксана Королева. Вот не могу я от вас никак уйти. Хочу прилететь в ваши места. С Норвегии летом. О! Значит, так, Оксаночка, прилетайте где-то с 26 августа. Август, сентябрь, конец августа, 26, где-то примерно вот так. И сентябрь это самое то, когда я могу уделить время. Так что прилетайте. Значит, в ваши места летом познакомимся. У меня постоянная температура 37,4. Ага, 37,4 это, ну, посоветуйтесь с врачом, как это принято сказать, да? Посоветуйтесь с врачом хорошим. Но я вам сразу говорю, это температура легочная. Легочная температура. 38 температур. Мне мама так всегда говорила, у меня мама врач, она профессор. И она говорила, Катя, запомни, 38, это почки, если постоянно держатся. 37,4, 37,3, 37,5, это 37, это лёгкие. Это легочная температура, это грудную клетку нужно. Верхние дыхательные пути проверять. Проверьтесь хорошенечко, проверьтесь, Оксаночка. Спасибо за ответ, дорогая. Или создайте видео об этом, Оксана. Ну вот, видите, не просто так меня тянуло вниз. Иришке поставит сердечко. Маргарита Медведева ей и Василя Ахметова. Тоже моя куколка с цветочком Васильком. Так, всё, девчонки, я спешу, я убегаю. У меня работа, я вас всех люблю. Всех-всех-всех, кто сердечки мне посылает, кто пишет добро, кто ободряет меня. Да дай Боже всем моим подписчикам здоровья, благословений. И, Господи, прошу о моей семье и моей интернет-семье. Воздай им по нуждам их. И все дары, что ты для них приготовил, дай вручи. А я люблю вас. Пока-пока.